С вами Карина Орлову, журналистка из исполченных штатов Америки. Карина, привет, добрый вечер. Нам и добрый день тебе. Юра, здравствуй. Рад тебя видеть. Спасибо огромное, что всегда находишь для нас время. Это очень прекрасно, очень ценно. Спасибо вам, что вы знаете. Да-да. Так, ну, во-первых, ты потрясающе выглядишь. Во-вторых, я хотел бы, с твоего позволения, процитировать журналистов издания Ройтерса. И пишут они следующее. Демократы в Палате представителей США готовят попытку обойти спикера-республиканца Джонсона чтобы заставить его поставить на голосование пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму в 95 миллиардов долларов. Как заявил пресс-секретарь конгрессмена-демократа Джима МакГоверна, он подал петицию о снятии с голосования, процедура, которая позволит вынести законопроект на голосование в обход спикера, и начал сбор подписей. В публикации говорится, что петиция в конечном итоге может заставить голосовать по законопроекту, если ее подпишут не менее 218 членов Палаты представителей, большинство из 435 членов Палаты, имеющих право голоса, подчеркивается в публикации. То есть шансы какие-то есть? Есть соответствующие процедуры, чтобы обойти эту историю? Честно говоря, нету на самом деле, потому что 218 голосов потребуется, и можно подумать, что из этих 218 только 6 республиканцев и 212 демократов. Но это не так, потому что от демократической партии ультралевое ее крыло выступает резко против этого пакета, не из-за Украины, а из-за Израиля. Меня слышно? Все хорошо? Да, конечно. Вот, поэтому я не знаю, сколько точно нужно будет голосов набрать. Точно больше шести? Не шесть, больше шести. Сколько, я не знаю, сколько именно демократов будет голосовать против, но это где-то будет больше десяти, может быть, двадцать, да? То есть и тогда нужно будет добирать голосами республиканцев. Смотри, я не вижу в Палате представителей с тех пор, как туда не переизбралась в 22-м году Лис Чейни от Вайоминга, больше людей, которые следуют своим принципам и готовы пойти до конца из собственных убеждений, даже если на другой чаше весов находится Трамп, его воля и потенциальное политическое убийство с его стороны, которое случится. И понимаешь, да, что вот такой «motion to discharge» он называется, то есть если республиканец проголосует один раз за такой «motion», его, естественно, тут же запишут во враги, потому что политика окончена в том виде, в котором мы ее знали. Теперь все разделено на враг и лоялист в республиканской партии. Поэтому, значит, действовать можно только исходя из желания Трампа и исходя из лояльности к нему. Никаких больше вот как бы отклонений от этого быть не может. Все, что в это не входит, это враг, понимаешь? Вот Ники Хейли – это враг. Вот Марджери Тейлор Грид сказала, что от нее нужно избавиться, вот она так сказала. То есть она такое слово еще использовала, которое использовали нацисты, да? «Exterminate», она сказала. Нужно истребить, вот, истребить, вот, точно. Значит, Ники Хейли за то, что она не сошла с гонки и не поцеловала Дональду Трампу, значит, кольцо, понимаешь? Поэтому я не верю, что хоть один республиканец пойдет на такое голосование, да? Ну, не говоря уже про демократ... То есть вообще я не знаю ни одного, который пойдет, тем более там 10 или 15, которые в итоге понадобятся. Но хорошо, что демократы это делают, потому что им нужно, конечно, исчерпать все возможности, любые, которые есть. Вот, и лучше что-то делать, чем делать ничего, потому что это как бы не отнимает времени ни от чего другого, да? Это не там... Ну, то есть они пытаются, да, и сделать все возможное. Но я не верю, что это может быть. Потому что человек, который проголосует от республиканской партии за эту петицию, это будет враг. С врагами там поступают, их экстерминируют, истребляют. Как Путин, угодно. Да, я вчера услышал очень... Ну, не впервой, конечно, но тем не менее. Меня вот это тоже очень поразило. Сейчас про прогноз отдельных там своих спикеров, которые говорят о том, что мы уже не уверены, это я если обобщить, вот их мысль о том, что эта помощь может быть выделена для Украины до выборов в целом. То есть нужно искать какие-то другие там альтернативные источники поставок оружия. Я не представляю, ну, я в принципе не уверен, что Европа может восполнить и в объеме, и в качестве, и так далее. И это уже показано. Да, вот сейчас мы это наблюдаем. Но тем не менее, то есть все очень плохо. И глава ЦРУ, например, говорит о том, что уже прямо говорит, слушайте, если этого не случится, если этого не произойдет, тогда Украина может потерпеть поражение. Если это произойдет, тогда всем будет очень плохо. И Байден тоже об этом говорит. Мы еще отдельно, чуть позже обсудим его обращение. Потрясающее обращение. Ну вот давай на этом остановимся. То есть даже когда Бернс говорит, и наверняка оказывает таким образом соответствующее давление на вот эту часть республиканцев, это тоже не работает. То есть просто обычная риторика не работает. Уже ничего не работает. Их не пугает, что будет кошмар всему. Знаешь, почему они работают? Потому что Бернс – это враг. А знаешь, почему он враг? Потому что он назначенец Байдена. Все, точка. Вот такой простой. Все, для республиканцев больше нету спецслужб, нету системы правосудия, понимаешь? То есть, например, я не знаю, ну чтобы ты понимала просто все безумие, сейчас одна конгрессвума, Нэнси Мейс ее зовут, она, кстати, находится в лонглисте Трампа на позицию вице-президента, да, кандидата в вице-президента. Она, значит, ну она республиканка, но после 6 января она возложила ответственность на Трампа, сказала, да, что ему не место больше, да, в офисе и так далее. Но сейчас она изменила свою позицию, как водится, на 180 градусов, теперь она адская, протрампистка, такая мага. И вот она, значит, пришла на интервью к одному из лучших, самых уважаемых журналистов Джорджи Пападопулоса, и он ее спрашивает, вот вы, ну она до этого давно рассказывала, что она стала жертвой изнасилования в раннем возрасте, да, и он ей говорит, вот вы как жертва изнасилования, да, и вы поддерживаете Дональда Трампа, а его жюри присяжных признала, жюри присяжных, да, признала виновным в изнасиловании, просто в гражданском процессе это не называется так. И вот просто вот, ну наберите это, да, на НСМС, там, интервью, это просто она его начинает обвинять в том, что он ее шеймит, и как вам не стыдно, это вообще недопустимо и позорно, вы меня шеймите за мой выбор. А дальше она говорит, нет, ну это же не уголовный процесс был. То есть, понимаешь, они дискредит... Вот Трамп, ему удалось на самом деле дискредитировать, по крайней мере, в глазах, в рядах, да, республиканской партии систему правосудия. Но я уж не говорю про все правительство. Все правительство, куда входит ЦРУ и так далее, это вообще дип-стейт, да, это враги, от которых Трамп должен избавиться. Он обещает, да, он обещает провести массивную эту политическую реформу, вот всех их вычистить. Бернс враг. Поэтому, когда Бернс что-то говорит, это просто говорит враг. Это они так говорят, потому что Байден подговорил Бернса. Байден же, между прочим, подговорил, заставил Джерома Пауэлла снижать процентные ставки, понимаешь? Хотя это независимый орган, хотя Джерома Пауэлла назначил Трамп, понимаешь? Вот этой вообще логики никакой нету, понимаешь? Ну вот, понимаешь? И поэтому, да, поэтому у них как бы вот враги и свои, да. Поэтому, к сожалению, да, и что касается системы правосудия, это очень важно. Трамп же, в принципе, он начал с чего, вот как ты помнишь? Он отказался исполнять повестку суда, когда ФБР затребовал от него документы, которые он украл, прихватил с собой с Белых Дома, да? Его уж по-хорошему хотели забрать у них по повестке, он не отдавал. Более того, он не просто их не отдавал, он еще распорядился их перепрятать, вывести в Бадминстер, как мы знаем из показаний нового свидетеля, да, в Нью-Джерси, значит, его гольф-клуб. И потом к нему пришли с обыском через много месяцев, да? То есть он отказался вообще. Но это не писаная, ну, как сказать, вот ты не исполняешь повестку, да? Да, тебе потом ее, ну, инфорсит, как сказать, принуждают ее исполнять, допустим, с помощью обыска, да? Но есть вещи, которые ты не можешь как бы, да, принудить, просто они держатся на неписанных правилах. Например, решение Верховного суда, да? Президент исполняет решение Верховного суда, потому что так заведено. Но нет полиции, которая к тебе придет и заставит под дулом, там, я не знаю, пистолеты или в нарусики тебя закует и скажет, исполняй решение Верховного суда. Поэтому республиканцы всеми этим пользуются, они разрушают всю систему, да? Потому что система, это в том числе американская особенно, она основана на неписанных правилах больше, чем написанных. Ну, например, публикация налоговых деклараций. Ну, нет такого закона, который обязывает кандидата или президента публиковать свои налоговые декларации. Просто все это делают, так повелось там с определенного времени. А Трамп отказался, и что ему было? Ничего. Потом слили, выяснилось, что он заплатил 0 долларов федеральных налогов. В 16-м году 750 долларов целых федерального налога. В 17-м году. И ничего, понимаешь? И вот хоть бы что. Поэтому ничего не будет. Бернс, конечно же, действует, как он, ну, он глава главного разведывательного управления, да, по внешней, как бы, разведке. Он предупреждает. Вот я вот сейчас, мы с тобой обсуждаем, и знаешь, вот ты когда, ну, описывал то, что Бернс сказал, я вот, у меня такое случилось, бывает флешбэк, а бывает флешфовард, да, наверное, это называется. Вперед, вот так промотать. Вот просто представь. 40 лет спустя, да. И вот сидят, может, мы с тобой постаревшие будем обсуждать, нас уже никто не будет слушать, но мы на Ютьюбе что-нибудь будем делать для таких же, как мы, которые будут встроены в новую систему. Вот. И вот это все мы будем смотреть со стороны, как оно все разворачивалось. Ну, потом, конечно, выяснится, что и Путин прям напрямую подкупил каких-то республиканцев, да, вот это, ну, это все вскроется когда-нибудь. И мы будем видеть вот предупреждение Бернса, понимаешь, и все, как это было все очевидно, к чему все это шло, ну, как это можно было не понять, да. А мы уже видели, кажется, наблюдали такое, кажется, да, когда 39-й год был. Да, да, да. Мне нравится хоть твои мысли. Ну, а как так будет? Ну, так и будет, но это же так очевидно, понимаешь? Да. Да, согласен абсолютно. Слушай, что ты думаешь по поводу обращения Байдена? Очень крутое послание Байдена. И я обратил внимание, что начал он как раз с Украины. Это о многом говорит. Прецедентно. Никогда никто не начинал с внешней политики. Ну, я не знаю, было ли обращение Рузвельта в 41-м, может, и было, и начинали он, но если мы берем все остальное, да, время, то, конечно, всегда, мы же знаем, это мантра, да, что, значит, американцев волнует только внутренне, ну, в смысле, в первую очередь и в большую очередь волнует только внутренняя политика, дальше же внешняя и так далее. Но тут Байден начал с Украины. За просто пристыдил, если это можно так сказать, просто нельзя пристыдить того, у кого нет как бы стыда, да, вообще никакого, ну, как-то бросил вызов, что ли, да, вот республиканцам, которые это блокируют, да, под руководством Трампа. Да, это беспрецедентно. Речь была блестящая, исполнение было еще круче, вот, а не о какой, вообще, речи о том, что Байден какой-то там синильный, какой-то там старик, вообще ничего не соображающий, больше идти просто быть не может, я тебе скажу. И это, ну, Байден, ну, вообще послание такое стоит в The Union никогда не зачитывается по суфлёру, и там не было никаких суфлёров, потому что 360 градусов камеры показывали весь зал, у Байдена были заметки, конечно же, там была даже фотография, Белый дом официально опубликовал, перед ним лежит папка, там на странице, я не знаю, 8 предложений, ну, то есть все разбито, да, подчеркнуто цифры и так далее. Байден, по-моему, в нее даже не смотрел, потом я прочитала, что он, оказывается, до этого там в своей резиденции в Кэмп Дэвид, кажется, на выходных готовился, несколько дней, он реально заучивал, репетировал эту речь, то есть это серьёзная подготовка была, он никаких запинаний, то есть вообще ничего, да, он не боялся отходить от текста, вступать в перепалку с республиканцами, которые выкрикивали ему гадости. Ещё он, ну, как бы он оговорился, но это ему сыграло на руку. Он сказал нелегалы, когда ему Марджери Теллор Грин там что-то начала выкрикивать, мага конгрессвумен, да, и он сказал слово нелегалы, но среди демократов не принято. Значит, среди политкорректных демократов принято говорить иммигранты без документов, незадокументированные, как бы, да? Да, так. А он сказал нелегалы, и рейтинги его пошли вверх после этого. Сейчас вышли вчера по нескольким вопросам. Вот как всё просто, да. Да, он обходит Трампа. То есть, понимаешь, и я ещё до его State of the Union пошли, значит, с репортажей в Washington Post в New York Times о том, что Байдена меняет стратегию, это теперь будет Biden the populist, его назвали, «Байден популист», и «а, только так». А как ты будешь бороться с этим Трампом-популистом? И что они отойдут от, значит, упора, ну, главного упора на достижение Байдена, потому что это никого не впечатляет. Да можно им хоть обговориться. Я вот и это сделал, и это доплевать им. Они такие же наглые, как сенатор из Алабамы, который голосовал против инфраструктурного пакета Байдена на 2-3 миллиона долларов, А потом приехал, значит, на открытие проекта, который был запущен, там, по-моему, это что-то с интернетом было связано, широкополосный доступ в интернет-проведение, это вот из этих денег, и ещё и написал в Твиттере, типа, как здорово, теперь в Алабаме есть широкополосный интернет. Вот, Байден это ретвитнул и сказал, «Да, я с тобой, чувак, я тебя поддерживаю, жаль, что ты голосовал против». Вот, понимаешь? И он это, кстати, потом повторил ещё на State of the Union. Вот, но, как бы, конечно, с республиканцами только так бороться, с Трампом, в общем, теперь Байден делает упор не на свои достижения, а на ужасы, которые нас ожидают, если придёт Трамп, и это правда, то есть он, как бы, ну, занимается атаками, будет атаковать Трампа лично и правильно делает, и на самом деле это очень хорошо работает, Байден должен быть, да, у него, он, конечно, по жизни такой немного, у него, ну, как-то сказать, его характер, ну, как это, его, ну, как это сказать, как по-русски, не знаю, не знаю, слово, но он такой более спокойный, да, он как бы… Окей, да. Да. Ну, понятно, в общем, контекст ясен, да. Он спокойный такой, да, иногда он слишком заторможенный, да, действительно, так нельзя, нужно выходить, и вот заряженный. И знаешь что? Вот самое интересное, значит… А ну-ка, расскажи им. …на Fox News, они, конечно, не могли ничего сказать по факту этого State of the Union, но там невозможно, да, все ждали, что Байден упадёт, что у него случится инсульт, что он оговорится, запнётся и так далее, что он становится, как Митч Макконнелл, понимаешь, дважды замер, и на минуту, и что-то будет, да? Ничего этого нет. Да, и Трамп ждал, чтобы вырезать его фрагмент и вставить в это своё видео, да, которое он уже опубликовал. Да. Ой, я, кстати, не знала, что он. Он такой… Да, ну, когда он сделал какую-то нарезку, вот эту компиляцию, видео с тем, как Байден падает где-то возле самолёта, или там, где он заинвлекается, или где… Да, вот это вот всё поднимает. В общем, а республикации начали ничего лучше, чем сказать, что Байден был под наркотиками. Да. Шан Ханит, значит, сказал это, да, как-то, знаешь, там, знаешь, какое-то слово использует, Jack Doyle, вот такое, ну, типа, да. Вот, ну, вот такая риторика у нас. А Трамп после этого вышел на ралли, и, ну, вот видишь, когда… Ну, это как, это вот такое ничтожество, да, оно всегда… Это же низы, самые низы, да, вот Трамп. И он что, ты думаешь, он вышел на ралли и начал передразнивать Трампа, ой, Байдена, его заикание. Байден не заикался на след от июня, но он начал его передразнивать, и вот эти все быдлые скачьё в зале начали гоготать приветственно, вот. И, ну, вот мы до чего докатились, да. А, ну, это он изобразить, как бы, заикание человеческого Трампа хватило энергию, а потом началось, как всегда, его, он что-то мямлил, он произносил нечленораздельно что-то. Он читал суфлёра, потому что на ралли обычно суфлёры читают, и он совершенно очевидно, там, ну, нескольких, они стали там слева, справа, прямо, да, и он не понимает, что он читает, он путается, он пытается дальше сказать, то есть, ну, это просто кошмар, да, это человек, который вышел раскритиковать State of the Union Байдена, речь, прекрасную, блестящую речь на 68 минут, которую человек заучил и блестяще исполнил, правда, исполнение даже лучше, чем сама речь была, вот, что всех впечатлило. Ну, вот, вот, где мы находимся. Но мне нравится, честно говоря, у меня настроение очень сильно улучшилось после этого State of the Union, потому что я теперь считаю, что Байден может выиграть не как, ну, знаешь, ну, типа, меньше из двух зол, да, потому что, в принципе, даже сами демократы ведут эти позорные, на самом деле, разговоры, что, знаешь, да, Байден, вот, Игнатиус написал бессовестную колонку, причём аргументов не перевёл, что Байден должен сняться. Ну, а в чём аргумент, что ему, нет, то, что он такой возраст, это не аргумент. Вот Нэнси Пилоси ещё старше, но никто же не говорит, что она там в деменции или что-нибудь, потому что она не в деменции и ничего. Вот, значит, и все демократы тоже разводили эти разговоры, что вот как бы, ну да, ну, я не хочу, это ужасный выбор, опять Байден и Трамп. Байден, на самом деле, теперь, если он так и дальше продолжит, то он может избраться просто как абсолютно заслуживающий вне контекста Трампа, да, переизбрание президента. Вот, и у меня настроение улучшилось, потому что, конечно, на фоне него Трамп выглядел чудовищно, и я, честно говоря, абсолютно убеждаюсь каждым разом, что у Трампа, я думаю, что у него действительно стадия деменции, потому что, ну, это никак иначе не объяснить, потому что... И правда. То есть, нет, я понимаю, что мы всё оговариваемся, да, и это всё понятно. Но просто если человек не может даже закончить предложение, да, потом он не может произнести слово Соединённые Штаты. Ну, там целом какая-то сумбурная речь у него, да? Да, United Sages, да, вот у него так всё, как бы... Да, да. Ну, зато, вот видишь, в президенты собрался. Собрался, он же там был, более того. Да, и был, и был. Но, слушай, какие шансы, вот как ты это всё оцениваешь? Потому что, по сути, что, интриги нет уже, да? Байден и Трамп, Трамп и Байден. И что нас ожидает? Оба уже набрали сегодня Трамп, вчера Байден, набрали необходимое количество голосов на праймарис. Да, что нас ожидает? Нас ожидает или рематч Трампа-Байден, или будет Трамп и кто-то ещё, или будет Байден и кто-то ещё. Ну, такое может быть, потому что они все время говорят, вот Байден такой старый, а что, если он умрёт? А почему человек, вот ему всего сколько там, 81 год? Да не умирают американцы 81-82. Ну, вот так вот бывает, да? К тому же Трампу всего на три года меньше. Аааа, младший он на три или на четыре? На три, по-моему, всего. Вот. Кстати, если Трамп станет президентом, он тоже будет самым старым президентом, который, наверное, ну да, получается. Вот. Поэтому, да, никто не говорит о том, а что если Трамп-то помрёт? Вот почему-то республиканцы вообще не озабочены тем, что Трамп может умереть до выборов. А я вот считаю, что может, потому что с деменцией люди умирают быстрее. Потом он же совершенно чудовищно сидит в диете, мы же знаем, да? Во-первых, у него клиническое ожирение, так врачи сказали. Но это не нужно быть врачом, чтобы увидеть. Мы знаем, что он ест только в Макдональдсе, но ему нравится. Во-вторых, он боится быть отравленным. Вот. Это, кстати, к вопросу о том, кого он выберет кандидатом в вице-президент. Это вот на полном серьёзе люди думают, что он возьмёт Такера Карлсона. Такер Карлсон – умная, подлая змея. Вот такая, я думаю, думает Трамп. Его точно может отравить или манипулировать. Трампу нужен кто-то просто белый лист, да? Вот как Майк Пенс. Никакая яркая звезда ему не нужна. Потом он же не переживёт. Человек без харизмы, да? Человек, который исполняет всё то, что он говорит. Просто ноль, да? Вот серое пятно. Потом я вот представь себя Трампом, я думаю, что Трамп же просто даже не переживёт. Даже он, допустим, он умирает, да, во время своего президентства. Вице-президент автоматически становится президентом. В Америке нет досрочных выборов. Значит, понятно, что такой, как Такер Карлсон, имеет гигантские шансы потом переизбраться, да? Вот. Ну, уже избраться, точнее, да? И я думаю, что Трамп просто даже из могилы, вот он встанет и не допустит этого. Ему даже будет плохо уже, если он умрёт. Вот он не может. Он настолько завистливый вот человек. Ну, это его, вот, ну, совершенно очевидно. Да, да, это его. Ты знаешь, как он комплименты делает? Он тут сделал комплимент этому сенатору Тиму Скотту из Южной Каролины. Он сидел там в зале. Он говорит, вот Тим Скотт, какой классный парень. Ну, говорит, со своей компанией у него не получилось, но мне помог. Типа, вот. Ты понимаешь? То есть это просто... А он ему в лицо говорит, ты просто, чувак, лузер. Единственное твое предназначение быть моей подпоркой. А Тим Скотт сидит чуть ли не в слезах, говорит, спасибо, сэр, спасибо, сэр. Да, да, да. Кошмар. Это кошмар. Трампу нужно полное ничтожество, которое он будет унижать бесконечно и которое никогда его не затмит. Потому что, ну, представьте, если Такер Карлсон станет, допустим, мы сейчас берем самый вариант, президентом, то, конечно, он затмит Трампа, потому что, ну, такая есть возможность. То есть понятно, что такой, как Майк Пенс, никогда бы не стал президентом. Даже если бы он, ну, унаследовал бы этот титул по факту смерти президента, да, он бы никогда не избрался. Это понятно. Вот Трампу нужен такой. Боже, что творится? Что творится? Карина, а скажи мне, пожалуйста, есть у тебя аккаунт в ТикТок? Нет, конечно, что это сумасшедшая, что ли? Ну, по-моему, ТикТок. Ну, это сумасшедшая новость, то, что сегодня несет ТикТок. Я не знаю, почему она вызывает такой интерес. Почему? Подожди, потому что в Америке запрещают соцсеть, да, то есть их как бы всех беспокоит теперь, ну, республиканцев изначально. Это все так, давайте так сначала. Царя Гороха. Началось все с Дональда Трампа, когда он был президентом. Он же как бы китайский ястреб такой, да? Да, да, есть такая. Китайский хок. И, значит, Китай враг, туда-сюда. Правда, при этом он говорит, что мне очень нравится председатель Щи, Си по-русски. Он классный парень, мы с ним хорошо ладим. Дальше он говорит через пять минут, что Си подсылает военно-военизированных боевиков на границу, чтобы они толкали фентанил. Ну, ему нравится, Си, он классный парень. Ну, ладно, человек в деменции, простим, как бы, да, поймем, точнее, мол. Вот, и, значит, да, и, ну, Трамп, помнишь, да, он накладывал пошлины на китайские товары и так далее. У него была война с Китаем. И, конечно, он пытался запретить ТикТок, потому что ТикТоком владеет компания, в которой там, над которой имеет влияние китайская правительство. Ну, короче говоря, китайские правительства как бы контролируют ТикТок, да? Значит, это угроза национальной безопасности, национальным интересам США. Я, честно, не очень понимаю, в чем, ну, сбор данных, ну, или то, что они влиять, наверное, могут, да, как Фейсбук, да, влиял же на... Да, 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 так и есть. Поэтому, я не знаю, началось все с Трампа, потому, конечно, это никуда не зашло, а потом теперь, теперь как-то они внезапно опять решили эту тему поднять, и, несмотря на то, что больше проголосовало республиканцев, чем демократов, но всего проголосовало две трети конгресса США, то есть 360 голосов. Это, кстати, очень много. Вот. И сейчас я тебе скажу точно. 352 голоса, из них 197 республиканцев, 155 демократы. Джо Байден сказал, что подпишут закон, если он к ним ляжет на стол. Это палат представителей, да, предела. В Сенате перспективы не ясны, но, как ты думаешь, вот Дональд Трамп, интересно, да? А он высказался внезапно против бана ТикТока. А почему, как это так может быть? Сейчас расскажу. Дело в том, что хотя у самого штаба Трампа нет аккаунтов в ТикТоке, реально в ТикТоке очень популярны всякие вот эти ультраправые, антитрансгендеры, которые движения, да, и там всякие эти комики, да, консервативные. И поскольку ТикТок это, ну, совсем для дебилов, да, они вот снимают эти вот видео, и там вот эти поинты, вот это всё-то, та-та-та-та-та, та-та-та-та-та-та, и вот как сделать, как сделать вот это или вот это, или вот это, вот это всё, вот это всё, вот это ТикТок, понимаешь? И вот, и это просто ужасно, я не могу, это кошмар какой-то. И у них огромная аудитория, поскольку, конечно, в ТикТоке сидят молодые, очень молодые, в окружении Трампа просто поняли, что это очень хорошая база для удобрения, так сказать, навозом ультраправом. Поэтому это им точно не выгодно, потому что есть вот молодежь, которая не ходит на выборы никогда, да, это стандартно. А, и, конечно же, ТикТок – это рассадник, рассадник про, значит, хамасовских, про террористических вот этих дебилов, дегенератов, которые все, значит, за газу, что Израиль совершает геноцид, ну вот это все, это все в ТикТоке просто светит с вышным цветом. Да, да, это страшно. Я не знал об этом. Да, ты что, это кошмар, да. Они все-таки молодые, да. Они, кстати, так обеспокоились запретом ТикТока, эти малолетки безмозглые, что они, наверное, устроили, они завалили этих сенаторов, конгрессменов звонками, они начали, представляешь, звонить, просто вал-вал-вал звонков. И мне кажется, что, например, газета «Вашингтон пост», я первый раз вижу, чтобы они сделали по итогам голосования, значит, выпустили статью о том, кто поименно голосовал как за этот закон в палате представителей. Причем, чтобы не утруждаться, можно найти по штату, можно найти по партии, можно так, все пофамильно. Короче, такое ощущение, чтобы вот совсем, чтобы они вот могли это быстренько найти и позвонить, да. Потому что, ну, дальше это идет все в Сенат, понятно, что это все... В общем, это тоже обсуждалась отдельная тема, как эти тиктокеры устроили политическую кампанию, чтобы не запрещали их дебильный ТикТок. Вот. И мне, честно говоря, все равно, потому что я... Ну, я просто... Ну, как сказать? Конечно, ТикТок – это всего лишь... Ну, это не причина, да? Это же не причина дебилизма. Просто это технология, которая вот хороша для дегенератов. Ну, если запретить ТикТок, ну что? Ну, Марс Цукерберг очень хорошо, он же украл все, он же украл и идеи Инстаграма, все. Он это просто присваивает у нас, они сделают что-нибудь подобное, и они, то есть, просто есть, и есть технология. Ну, просто кто-то другой это сделает, ну, хорошо, все данные будут находиться в какой-то другой компании, но я не знаю. Я, конечно, бы все вообще запретила. Я бы отобрала у этих дегенератов вообще мобильные вот эти, ну, телефоны и так далее. Они вообще не имели доступ к этому, потому что это же просто кошмар, что там творится, это правда, это ужас, ужас. Но, видимо, я не знаю, я думаю, что мир куда-то летит, страшное место. Вот, и тиктокеры, пока они, видишь ли, находятся у штурвала этого корабля, как я с тобой согласен, как я с тобой согласен. Страшно, страшно. Ну, короче, а самое интересное, я посмотрела, кстати, разбивку, кто голосовал как. Мага Майк Джонсон голосовал за запрет, а, например, Марджори Тейлор Грин голосовала против, и некоторые другие мага, да? Подожди, а что происходит? Если Трамп сказал, ребят, я против, почему самые яркие представители мага голосуют за? Ну, нет, вот, нет, Марджори Тейлор Грин, скорее всего, самый яркий представитель, она проголосовала против. А вот Майк Джонсон, как спикер, проголосовал за, я не знаю, почему, это интересно. Но знаешь еще, кто проголосовал против? Скажи. Ультралевые, вот эти террористки, ну, точнее, не террористки, я беру свое слово назад, поддерживающие террористов, поддерживающие, да. Это Ильхан Амар, Акасио Кортес тоже, она туда же, ну, вот эти все, значит, они тоже проголосовали против запрета. Так я же давно говорю, что вот этим ультраправым нужно объединиться с ультралевыми. Они же антисемиты и те, и другие. Это правда, да. Абсолютно безмозглые, абсолютно догматичные, да? И я считаю, это просто идеальная партия будет, идеальная. Вот их объединить и как-нибудь вот... Ну, куда-то. Да, туда вот, подальше. Разволяйся, потом. Вот и пролежится проблема, да. Ну, в общем, так. Есть много общего людей, почему бы и нет? Можно разные варианты рассмотреть. Карина, Карина. Подожди, ответь мне, что в Украине с тиктоком? Он популярен в Украине? Конечно популярен. Ну, конечно популярен, слушай. И то, что на самом деле там происходит, у молодежи в том числе, да и только, и постарше люди тоже пользуются. Но я тебе хочу сказать другое. Россия очень умело это все использует. Потому что тот контент, который вот ты пролистываешь, он во многом отражает точку зрения россиян. Ну, конечно, я согласен с тем, что там есть алгоритмы, которые работают с этими лайками и так далее, и тому подобное. Но в целом я вижу, как российская информационная машина работает и работает весьма успешно. Потому что люди, которые не смотрят, не согласны с этим контентом, да? То есть у русских больше, поэтому он все время попадает в ленту. То есть ты не можешь отсортировать, например, да? Да, 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 да. Это проблема, конечно, да. То есть побеждает тот, кого больше. То есть право как бы, ну, не сильного, я скажу, просто большого, да? Но это неправильно, это несправедливо, конечно, тогда, да. Да, ну, слушай, я тебе скажу, что вот наши спецслужбы тоже задумываются о том, чтобы прекращать работу каких-то площадок. Оно не находит, на самом деле, одобрения в обществе, ну, потому что появляется вот такая история с петициями, там, вот шум сразу в Телеграме или еще где-то, да? И понятно, что все сразу откатываются назад, поднимают лапки и говорят, ну, окей, мы тогда думаем. Но, блин, здесь война, и нужно предпринимать какие-то меры, какие-то усилия для того, чтобы, ну, бороться с российской пропагандой на разных площадках. Может, не так, конечно, кардинально, но я бы и так боролся, если честно. Если в Америке запретят, то Украина может смело следовать этому примеру. Хотелось бы верить. Кариночка, спасибо тебе большое, очень круто, классно, превосходно, замечательно и изумительно. Береги себя и хорошего дня тебе, спасибо. Береги себя, спасибо, дякую. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok